Вот уж неожиданно, мы позвонились заранее, а я тут не готов, так, минутку, стойте, сейчас тут. Христос воскресе. Воистину воскресе, сейчас я все подберу, тут большие вопросы подняли, я все-таки тут снизу. Христос воскресе. Воистину воскресе. Слава Иисусу. Здравствуйте, Датик Ильич. Добрый день. Я вчера пыталась, не получилось у меня, но я сегодня немножко, у меня, правда, вопросов нету, я хотела немножко рассказать, только если событие одно. Хорошо, хорошо. Говорите, что у вас есть? Ну, насчет долговестия, Господь сподобил. Я же говорила вам, вот на работе раздавала Евангелие учителям, но получилось так, что проповедовать сразу не получится, уроки занятых, и вот как у директора в понедельник на Страстной отмечал юбилей, наш директор. Ну, меня как бы пригласили, значит, я стихи пишу, и директор приглашал. Ну, я не готова была заранее, конечно, но начальник сказал, если Господь даст, напишу стихи, то пойду, если не напишу, то не пойду. Ну, прям, казалось бы, в последний момент написала, и, ну, поскольку я опоздала на концерт, то во время концерта мне пришлось прочитать. Поскольку детства у нас не ходили, в карантин был, были только учителя, смыры, представители, то есть свой критик. И после концерта немножко, если уже когда там футшин был, тогда только, я сейчас, если прочитаю, ну, как бы Господь как раз подумал вот это небольшое благовестие директору выразить в стихах, и в то же время получилось, как бы, и не его одному, а все слушали, я сейчас можно зачитать, да? Что вам пожелать и что хотите? Богатство, славу, честь, уже все это у вас есть. Теперь достойно сохраните, с благодарением несите, что можно этому же предпочесть? Но в жизни это есть иное, богатство, слава, честь небесное, а не земное. О, Господи, его насчет. Чтоб славу вечную иметь, должно мы в зеркало смотреть. Оно не хрупкое, оно живое, это вечное Евангелие святое. Оно святое, как и свят Христос. Для православных это не вопрос. Иконы чтут они и крест, и храм, и стать святым, желая вам. Года пройдут и станут в лету, заводут грешник, скажу вам по секрету. А вот святого все почтут и, может, святки занесут. Мерская слава скоротечна, а Библия гласит, душа, ты вечна. Задумайтесь немножечко о ней, нет в мире, ничего ее цемнеет. Но получилось так, что вот последний куплет я не решилась написать. Мне показалось, что он как бы связан со смертью. Ну, года пройдут, там грешники в святки занесут. Я не решилась. И не стала куплет этот читать в понедельник. А потом все-таки думали, наверное, надо будет ему вот этот свой первый вариант дать. И пока я, значит, у меня Ириша вашу книгу подарить. Но я тоже молилась, думаю, дарить или дарить, будет, пользы не будет. Вот книга к Истине православной. Где-то, наверное, в четверг я тогда пошла к нему. Ну, получилось небольшое событие у нас там, как в ЧП. У нас в школе садик соединенный. И директор, он и там, и там, и над садиком, и над школой. И вот он говорит, что у нас ребенок, мальчик умер в садике. Ну, там проверка была. Ребенок приемный. Там 6 лет. А я потом пошла, когда директор-то, ну, у меня как бы мысль осенела. Говорю, ну, надо же куплет, как бы, чем-то о смерти-то, я думала. Ну, я к директору, конечно, почитала, зашла. Про вашу книгу рассказала, опять, что вы, где 38 книг вас вышел, что подарили Путину, Людмилееву, там. Ну, санкционерские поездки были. Вот. Немножко мы с ним поговорили. Он свое что-то рассказывал, когда он там сдавал про афротизм, вспомнил. Вот. Кстати, он, как раз, курить мне как немножко бросить. Он говорит, курил. Я думаю, если я буду ему как проповедовать, я ему сказала, да, ну, курите, бросьте вы. Вот он, конечно, это там притушил, пока со мной разговаривал. А потом произвольно взял опять сигаретку, ну, волновался, взял. Я говорю, да бросьте вы ее. Он опять ее тогда уже окончательно затушил. Вот. Ну, пока мы разговаривали, больше пока не курил. Вот книгу вашу подарил, он ее почитал. Ну, а попозже уже у меня, поскольку с отлойной была включена, мне сестра вдвоюрная позвонила. Ну, может быть, ну, почти через некоторое время, пока на работе была, я сказала, что в эту ночь у меня умер мой родной дядя, мамин родной брат. Я тоже говорю, директору попал, как раз иду, и он. Я говорю, ну, надо же, оказывается, ну, так вот этот куплет стих-то. Посмотрите, святый, я говорю, и вам, и мне. Получилось, когда одновременно, они почти в одно время хранили их в пятницу. И ребенка этого, вот, и дядя моего, почти в душе не должно исполниться. Да, хочу сказать еще, когда я подумала, что если все-таки страстная, и директор юбилея их гостей, ну, вроде бы ходить нельзя мне, как христианки, но я только уже помолилась Богу, думаю, если Господь даст мне проповедь сказать, ну, как бы, для чего идти туда, там, ну, быть, мне, по сути, уже не надо. Но думаю, если я напишу стих, и пойду вот так же оденусь. Тоже проповедь, и внешне одет, как в храм ходила, так одеваешься, и стих почитать. Ну, вот, ну, если не получишь, тогда совсем не пойдет. Но у меня директор, когда в последний момент, еще раз придался, вот, и даже прям перед концертом, он говорит, ну, там тебя записали в концертную программу, ты, да я не знаю, может, как, так, так, так получите. Ну, получилось так вот, как получилось. Ну, что интересно, когда они меня увидели так одетой, многие очень удивлялись. Знал, что он бежал, она говорит, я думала, что другую веру приняла. Другая у нас там татарчик потом посходит и говорит, а я думала, что там у нас за мусульман сидит. Я в конце там спорю. Ну, после всех сидела там. Многие походили, спрашивали, почему так одета. Я вниз, когда спустилась, у меня охранница наша видела, она говорит, я не знаю, почему-то он мне так вылетел. Ой, какой светлый лифт, ой, какой светлый лифт. Как он еще одна ко мне за учетом ходила. Ну, почему так? Понятно, это вроде здесь верстольный мероприятий. Я говорю, по Евангелии, так, положите. Ну, конечно, не осталось, я стихи читала и все. Вчера тоже директор увидела, после Пасха в первый раз, Христос Воскресе. Он улыбается буквально истинно Воскресе. То есть, хоть он и крест не носит, он и верующий, но как бы воспринимает как-то. Да, и еще, что интересно, когда вот я списала стих утром перед работой, наверное, в пятницу, я помолилась и говорю, господи, директор, у меня надо было срочно, у меня время очень мало стало. И сейчас по кухне, но почему-то у меня, как вот у вас, как интересно, высветилась одна фраза, я вспомнила, как у соседей, когда была, там девушка молодая, она говорит про храм, как мы разговаривали, она говорит, ну уж эти бабушки. И вот эта фраза у меня, и когда я стал директором писать, у меня высветилась фраза совсем другая, я вспомнила эти фразы, девушки, но эти бабушки, сразу откладываю директору писать в сторону, и у меня нашел вот как бы такой стих, сейчас другой. И я говорю, я прям это, как говорится, с кем-то ведешься, зато его не уберешься, и, знаете, прям как у вас вышло. Потом, когда я написала, я что-то, ну у меня тоже так бывает, посчитаю, мне же интересно. И у меня тоже вышло 9 куплет, а 4 строчки, то есть 36 строк. Ну и как бы получилось, скажем так, проповедь стиха, сейчас я вам почитаю. Бабка у подсвечника стоит, и вдруг подходит дева молодая, Ее так взглядом всю испепелит, и отойдет, бедняжка, тяжело вздыхая. А бабка продолжает все шипеть, мол, не туда свечу ты ставишь, Без слез в душе нельзя смотреть, и чем ты бабку старую исправишь? Да ей бы на себя саму смотреть, что молодые годы натворила, А губы сломли, двери запереть, да на язык на кем-то ее дело. О, бабка, душу, что же не ценишь, ведь ей цена совсем не брошь, Ты нею в своем сердечке греешь, пути Господню что ж ты не поймешь? Ведь ты была когда-то молодая, и много тогда еще не знала, Жила в законы Божьем не соблюдая, а благодать тебя уже остала. И деву тоже вот она коснулась, храм Божий к людям привела, Совесть молодой души проснула, а ты ее своим упором прогнала. Смотришь, ты за собой, баба, пред Богом ли ты каждый день стоишь? Несешься, встачь, да по ухабам, а в стыде не устоишь? Тебя Господь у душу взыщет, за что ее из храма прогнала? Твой ангел добрых дел тебе лятыщет? Что навести с людьми собрала? О старые, все молодежь вы не судите, на это право вам никто не дал. Бревной твоего глаза удалите, а молодым соринке ветер накидал. Ну и здесь сноску с Евангелем от Матфея, глава 7, стихи из 3. Вот, а сейчас это, вернуться хочу, когда директор я читала, там тоже, я ему сноску сделала над словом святым, Новый Завет, первое послание Петра, глава 1, стих 16, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Но это дословно, когда я зачитывала стих, я прямо ему объяснила, что взят отходы первого послания, от этого Петра. Вот, директор взял такое серьезное лицо, так посмотрел, действительно. Ну и все об этом участвовали, и мне очень было радостно, что мне Господь дала такую возможность читать и как бы сказать, что основное, ну там же у нас и татары есть, верующие, неверующие, вот, как бы призыв стать святыми. Но потом директор я, конечно, пояснила, он говорит, ну ты уж как бы это, стать святыми. Я говорю, ну по Евангелию стать святыми, то есть это иметь веру, вера же освещает нас. Вот так, да, еще, Игнатих Ильич, я хотела вам сказать на последнее, вы там стинули Псалом, 145-й, 5-й стих, пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучше ели, которая не повредит голове моей. Вы на импомнике, да? Да, конечно. Что вы мне сделали, но с таким замечанием. Ну, конечно, тяжеловато мне, мне проще было отказаться от мяса. Сосном вот борюсь, сосном тяжеловато, потому что у меня график, наверное, 11-й год я работаю так, что поздно ложусь и поздно встаю. Теперь приходится наоборот сдвигать время. Чтобы раньше вставать и пораньше ложиться. Но привычка, рано никак не получается ложиться, а вставать рано нужно. Я, гляжу, вы стихи любите, я прочитаю вам одно стихотворение. Христос воскрес. Живое все, что есть в душе у нас, пытался сделать это он не раз. Если бы тот камень гробовой не отнят был всесильной рукой, то бы сейчас бездушный садукей мог правду скрыть под грудой камней. Та весть прошла через грани всех веков, через границы всех материков. Ни варварство, как видим, ни прогресс, не заглушили песнь. Христос воскрес. Поистине воскрес. Геннадий Технич, вы меня видите, я сама у себя исчезла. А нет, я вижу, все нормально. Потому что у меня сейчас дома никого нету. Ничего, смотрите. Меня просто пользуются. Это написал человек, который где-то 19 лет, кажется, пробыл в вузах, в тюрьме. Вот это Господь ему дал такое написать. Но я тоже тогда вам на своем форуме возьму несколько стихотворений, если не устали. Это я взял такие, где у меня там, я их называю не стихи, а проповеди в стихах. И там встречается слово «благовещение» или «Христос». Я их соединил вместе. Весна весьма с великим опозданием пришла, когда все сроки мыслимые прочь. И рыбу лед того гляди раздавит, хотя вполне заметно скукоживалась ночь. Весна с прилетом перелетных птиц, грачей скворцов и певческих оркестров. Им претерпеть пришлось немалый риск, от водоплавающих насладимся плеском. Тиран скопытился в позоричном Кремле, и реабилитация проглощенных приспела. Слепцов творит, кто сам давно ослеп, гулагом расчлененное восстанет целым. Не будь весны, не сдохни, людоед, не написать, тем более, и книг нам не издать. Открыто гимн Христу не сметь пропеть, ведь конечная душила все звезда. Мне столько весен выпало встречать, приметы слабые фиксировать по-детски. Туманом снег съедала по ночам, копила воду, сбрасывала резко. На март 14-й память Евдокии, скок воробины замочить подол. И через 8 дней 40 смятых прикинет, и через 8 дней еще Алеша подошел. То есть это Алексей, божий человек. До благовещения новая восьмерка, апрель с семеркой радостный и вербный. И где-то здесь же Пасхой для мертвых, быть может, женщина воскреснет первой. Весна в душе приоттепели в марте, победа к маю плещется в знаменах. Со всех сторон стекаются подарки, в свободе искренне ликует ненаемник. Весны засев, за вспашкой зеленеет, дни удлиняются, хотя текут на убыль. Домой на родину отпущен ныне пленник, росток пробился через камень грубый. Дальше. И вот теперь уже на склоне лет, это другое, умиротворенный с верой и делами. Смотрю на выпавший когда-то мне билет, бывший за преником, ослом приволами. Там, на Амуре, 40 лет назад, мой путь учебу-службу так тряхнуло, что опьяненный вольницей казак был отопирован в психушку Барнаула. Конечно, не стихи о том писать, а песни петь не перепеть в экстазе. Там в ломовой лошадь превращен рысак, в телеги ос прошприцевали мазью. Там ангел путь мне преградил уже, и справа от скалы давил мне выступ. А слева пропасть, ближе, чем сожень, коммунистическая бездна, жить корыстно. Благословен тот день, я пал на землю, заговорил с погонщиком своим. Впервые хлеб пушал, не атеизма зелья, и сорок лет прошло, и сорок зим. О, сколько валаамов с той поры пророчества и лезли запрягая, пытались вновь зажать у той горы, пугать брецанием епископских регалий. Отныне и до самого конца хребет мой неседалище трусливым. День благовещений въезд на мне Христа считаю самым лучшим и счастливым. На хлебнике чужих столов тащили поклажу к непокорному ослу. Мне по писанию, по прихоти учили, им рабски нужен дух и много слуг. Мне бремя легкое, не тяжкое досталось, гонение, поношение и тюрьма. Потеть и горбить, не наживши сало, чужого нет ни нитки, ни ремня. Искали Бога в горе и в наите, это следующее. В снах тонких-тонких или же во сне протягивали в паутинке нити, они рвались, не делались ясней. Но Бог заговорил в громах синая и круг вокруг горы не позволял. Приблизиться, подслушать между снами, и зверх смирялся в беге по полям. «Скрижали каменные нам не понести, их Моисей постящийся приносит. Побди, душа, пободрствуй и не спи, за грань запретную не посягни же носом. Но и скрижали не дошли до нас, не сохранили запах той пустыни. И тысяча шестьсот прошедших пас, и тридцать лет к тому вдобавок минет. К нам и Его Сына проводил на крестный путь к преступным иудеям. Не призрачный в дыму среди кадил, а в Назарет к запретной приснодеве. Ее ответ любезен и известен, да будет мне по слову твоему. В честь благовещения еще составят песни, свет вифриемский отодвинет тьму. Владенец словом быть не перестал, и юношей послушным и счастливым его пока не знают за Христа. И чудо в канне, не воробьи из глины. Заговорил на браке о вине, и мать послушников его словам находит. Все наяву, ни в пьянстве, ни во сне. О, если бы вино все превратилось в воду! Евангелие пишут рыбаки. И пересортится всех писем на послание. Душа, за словом женихом беги! Все качества любви его восславим! Освоенные, распаханные, лагай косогоры, а урожаи ниже с каждым годом. Крапивой зарастаем тяжким ссором. Все потому, что человек негоден. Год-два не пахано, не сеянное поле к своим исходам ранним возвратилось. Смотреть на пустоши для земледельца больно, на джунгли двухметровые крапивы. Переводить российских пустырей на жизнь, на бездуховность православных. Тысячелетия пытались разогреть кадилом дымным, будь о нем неладна. К нам неевангельскую веру принесли из Греции сутулые монахи. Давили масло из чужих маслин, подземным тлением до мозгов пропахли. А слово Божие, святой путеводитель, неведомо народу, его не изучали. Незащищенного в уме легко обидеть. Тиранствует тогда над ним любой начальник. Дивиться надо мной, как раньше не сгорела терновником заросшая Россия. Родятся Ленины с Гитлером в апреле и вместо благовещения драконов испросили. Рекорды ставили в юродских постах, щудили серафимы в буераках, спасение видели в обеднях и в перстах и доползли к семнадцатому, к драке. Попы злодействуют в злодейских алтарях и глушат благовестие нежнейшие роски. На серафимовых мощах привыкли повторять шаманство древнее. О, Господи, прости! Распахивайте, сейте из отборных зерен библейские глапы золотых стихов. Враг крестными ходами каждый год позорит. Заваривает к Библии спасительный подход. А вот Пасха. Опять весна, и лопаются почки, а панцирь листьев засушил мороз. Вновь полнолуние, день длиннее ночи, и из могилы восстает Христос. Оставив пеленный и мрак могилы, сиянием дивным вышел окружен. Не зря Мария с кувшином спешила, ее с любовью принимает он. Какая встреча! А жила надежда, порывом ветра падает к ногам. Не прикасайся, я не тот, что прежде. Спеши скорее к моим ученикам. Прислушайтесь, как стонут удивленно горлинок томных с крыши голоса. Какой восход встает окровавленный, и в пурпур одеваются леса. Христос воскрес! В хорале перезвонов со всех церквей и маковок ветвей. Христос воскрес! Ликующее слово мне слышится, выводит соловей. Это я написал в 80-м еще году. А другая по-другому. Пасха Христова так. Погасло, светило, навеки погасло, и ночью египетская тьма упала на сердце, и старый и малый подумал, что сходит с ума. Повис на кресте, как убитая птица, раскрывшая крылья любви. Колчаны стащили на агнца убийцы и сторши хуления свои. Надежда Израиля, камень соблазна, был выставлен всем на позор. Вот рядом убийца поносит напрасно. Враги осуждают в упор. Сойди со креста! Будешь нашим мессией! Сойди, и мы примем тебя! И жалят с язвительным роем осинным, готовые трижды распять. Оружие матери душу пронзило, рыданием полон народ. Бесстрашный Иосиф обрел себе силы, к Пилату с поклоном идет. О, день незабвенного горя и страха, и жуткого краха надежд! Все попрано, предано тлену и праху, на радость убийцы не вешт. Кагал торжествует, масоны ликуют, перстом указуя на крест. Но три дня минует, могила пустует, Иисусе сладчайший воскрес. Великие даты событиям разным под утро осветит луна, а радость недели по белому красным воскресшему посвящена. Как встарь календарь проповедует, проходят на съезды в вокзал, и пусть каяпы не сетуют, что сам о Христе предсказал. И снова у храма милиция встречает старух, как невест, чтобы им не мешали молиться, тому, кто из мертвых воскрес в 83-м году. Еще есть. Христово воскресение – наивернейший факт. Ни доказательств нет, да их святым не надо. А кто не верит, те давно уже в аду кипят, низвершиеся с неверием своим до ада. Христос воскрес. Слова в нас те вместились, с земли утробу рассекает Бог. Как кесаря царя стечения мастит их. Оно известно более, чем тех, кто хил у Бог. Воскрес от тления, избавивши навеки, и волос с головы не исчезает больше. Такую малость вещь нам Иисус подметил. Хотя бы был убит, сожрали стаи волчи. Воскрес один. Владыка всей вселенной. Запоры не сдержали, завесу в храме рвет. Зашевелилось кладбище, отпускает пленных. Кто в воскресении Христов встанет поперек? Ни в мировых религиях, ни в частных закутках нет недоступного для жажды воскресения. Кто смертным запахом с зачатией пропах, тот мысль о воскресении своем вполне оценит. Салоны красоты и бред воображения, омолодить пытаются натянутую кожу. Но каждому отмерено уже на две сожжения. Себе самим бессмертие мы даровать не можем. Что высветится важное, нетленное в тот час, и не постыдно будет тогда предстать прилюдно. Глаза счастливые, там слез не источат. Несправедливость наша столкнет тогда к Иуде. Восстание, спасти, исходы на полях. Все проповедует о новом дне и росте. Там солнца нет, лучи его уже не опалят. Христос есть жизнь и свет, и он о жизни спросит. Сегодня день, это день к концу. Прется в бесконечность, без соблазнов. Христос грядет, и ангелы спасенных вознесут. Корысти, трусости не будет, как заразы. Вот, это в прошлый год у меня такие были. А у меня в этом году на Пасху у мамы, в общем, было 3 года по дня смерти. Потому что она умерла на страстной. А с вами, как я послал помню, в год. Строгий пост я вышла, жена вас, в интернете. Ну, получается, год, как только я вас знаю. Тут недавно зашла я в магазин. Ну, я хотела проповедовать, но немножко что-то не так у меня, конечно, получилось, как бы я хотела. Но что интересно, женщина начала рассказывать, она говорит, вот утром перед Пасхой у нас же присутствует. Она говорит, утром рано встала, помолилась. Ну, у нас же говорят, что должен первый прийти мальчик. Когда она так сказала, ну, я, ребята, улыбка была, но улыбка моя превратилась в ухновку. Мне, конечно, смешно стало. Я говорю, это же суеверие. Она продолжает дальше рассказывать. Но я поманилась, да, чтобы мальчик пришел. Ну, мальчик и пришел, а у меня, видать, эта улыбка как была на лице, так и заснула. Она смотрит на меня и говорит, а что это вы ухмыляетесь, вы не верите. Я говорю, ну, это же суеверие. И здесь, говорю, в Псалтере есть такое место, где сказано, вымысл человеческий, человеческий ненавижу, закон твой любил. Ну, начала про это говорить, а она все равно. Да нет, вы человек не верующий, вы, наверное, из секты какой-то. Я говорю, ну, извините, если я вас обидела, вы меня, наверное, не так помнили. В общем, она не восприняла меня. И я еще раз извинилась и ушла. А потом я услышала еще несколько одной. То есть, они, на самом деле, такой суеверие есть. Говорят, что на Пасху должен прийти первым мальчиком, я говорю, это хорошо. Ну, не знаю, сколько я живу, я такой первый раз слышу. Ну, так вот, не всегда, конечно, получается, басхон, наверное, будут слова. Здесь у меня немножко так неприятно получилось. Ну, единственное, что я рада, что я сделала все о том, что мы не в Ангеле, и сказала вот эти слова. Да, я еще сказала, что мы обычно живем по-вым словам человеческим. Люди измышляют многое. Когда она мне говорит, вы не верите, я говорю, веру как вы будете проверять, оттуда вы знаете, как я. Я, например, проверяю свою веру по Евангелию. И вот, заметила, когда я начинаю говорить о Евангелии, то сразу принимаю дисциплину. То есть, у нас нас тоже с православными боятся этого Евангелия. Не принято у нас читать. Ну, вот вышел староста, тут один у меня пишет, уехал, и говорит, вышел сегодня староста, и говорит, братья и сестры, дорогие, у нас люди появились, которые призывают жизнь по Евангелию. Да когда что жил по Евангелию? Это сектанты к нам пробрались. Вот как. Жить по Евангелию, это уже, она не наша как будто, поэтому сектантам очень легко забирать православных. Ему, главное, ты веришь, что Библия написана? Да. Они начинают показывать, по-своему толковать. А вам толковали? Нет. Мне одна пишет, она адвентистка седьмого дня. Восемьдесят четыре года. Инвалид второй группы по зрению. И она написала письмо, я не знаю, страниц десять, каждую клеточку мелко, почерк такой ровный, и она где-то семьдесят раз только цитировала Библию. Я говорю, жила, ну подошла к батюшке, отец Елиферий, мне так охота знать, вот это я прочитала, там, такую-то главу Луки. Он говорит, Агапия, ну ты ходишь, причащаешься, да, ну что тебе еще надо, зачем тебе знать это? Я говорю, еще раз подошла, а потом однажды встречаться, я дверь открыла, стоят две прилично одетые девушки-женщины и говорят, а вы не хотели бы изучать Библию? Да я вас сколько время ждала, заходите. Все, иконы сожгла, все, что было уничтожено. А Златоуз говорит, если одна душа, одна погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее, а их миллионы гибнет. Все ради корысти и трусости. Вот сейчас я послушал, наткнулся на священника, Пархоменко, может быть даже встречали, он выходит, Константин. А можешь зарядить, послушать. Вот интересно как, ничем нельзя объяснить, я первый раз его услышал. Вот он как выступает, так это у него крест, форму одет, он перед людьми. Вот интонация, как он губы прижимает. Все говорит, он не православный, а он православный. У него это вот где-то на грани колеблется или внутри развращает. Я уже давно сектант. И сегодня он выступает по теме, вот женщины обращаются и говорят, а у меня месячные, могу ли я в храме прищищаться? И он буквально все каноны громит. И толкует совершенно неправильно. А у него внизу там комментарии, говорит, батюшка, да как же так, это же каноны наши, вы что делаете-то? Вот думаешь, лютые волки, нещадящие стадо, будут говорить превратно, чтобы увлечь за собою. Я как раз, вот вы позвонили, а я в это время даю ответ, не ему, ему говорить бесполезно. И вот я знаю, которые священники отступили от православия, ушли. У них у всех одинаковые, как вот у Журавлев, Сергей выступает, его тут отучили. А он теперь у еретиков, там архиепископом уже, клоуном его звали-то. И все хохочет, издевается над всем. Вот это еще здесь. Вот Боев недавно, Красноярская епархия, его запретила, и он сразу пошел к еретикам, с ними знался. Совершенно одинаково, вот как Бог их будто бы из одного станка допускает выпустить. Они разные совсем, разные по росту, по возрасту, а говорят одинаково, как они говорят, и как прицокивают, и нападают на самое святое, что есть в православии, а Духа Святого. А он все извращает. Но выступить я не могу. Я знаю, он на меня не выйдет, а если выйдет, он сразу врагом сделается. Но я готовлю большой сейчас материал, и каноны, каноны. У меня книга правил, подарок митрополита, личность, подпись, надпись у меня. Я оттуда выписываю, в каком году был собор, какое правило. Правило это в кавычки берут, а он все буквально рвет, как зверь какой. Вот придумали, что да Бог все сотворил с чистым. Женщина там, что у нее там месячный, не имеет значения, приходи, причащайся. То есть развратитель. Вот, Тихоныч, я еще, ну в основном летом, если ты не сам тогда возила, да, кто-то мне, рассказывали, вот у меня изъездил знакомый в Иерусалим, и что удивительно, я первый раз услышала, он сказал, да, когда в Иерусалим приезжает, гроб Господний уходит там и говорит это, допускает до причастия в нечистоте. Я так удивилась, она говорит, ну а как же, вы приехали издалека, первый раз, может быть, никогда не сможете побывать, то есть как бы они снисходительно относятся, делают одолжение такое. Меня это очень удивило, поразило, как может быть такое. Ну, оказывается, такое вот бывает. Да, я тут еще недавно одно воскресенье из храма шла, думаю, мне нужно в больницу было, в ЦЛБ поехать, пошла на остановку и встретила свою знакомую. Ну, я не стала подходить сама, она сама подошла, и что-то мы разговаривались, наша бывшая охранница, и время было, наверное, у нас первый служб где-то с 7 до 9, ну, 10-й час, около 10. А я говорю, да откуда? Она говорит, да вот я в Библию хожу, изучаю. Ну, я сразу поняла, наверное, скорее всего, в сектор попал, потому что Маша этим не занимается. Но она показала, я говорю, какая у тебя библиотеки общества, ну, без благословения, точно не помню, но, говорю, это не важно. Я говорю, а где ты эту женщину встретила? Я знаю, что у нее самой родители умерли, мужа нет, она живет одна со взрослым сыном. Ну, и я так слышала, что обычный сектор таких выисклик, одиноких, вот, ей может не с кем общаться. Хотя она со мной ездила в Святое место, однажды, ну, с сыном, по-моему, она ездила, да, или с Девеев, я точно не помню. Потом как-то я ее звала еще раз, но она не могла, она лично денег мне делать, нет. Но дело, наверное, не в этом же. Хотелось бы сказать, мы читаем, молимся, все утренние вечерние, при часе, к Господе готовимся, ну, то есть как-то немножко показать, какие другую жизнь, что в храм надо ходить, как эта служба, служба там длинная, вот, ну, не знаю, что-то ее, она говорит, я хожу в храм, а тут вот, я где-то нашла эту женщину, она говорит, на работе. Я говорю, а почему ты не спросишь у священника, а вдруг она из секты, ну, ты же не разбираешься, вот ты так рискуешь. Ой, лучше бы я тебе не говорила, она уже пожалела, что мне сказало, дошла, я уехала. Жалко мне, конечно, но я думаю, что я могу сделать, в этот момент, у меня, конечно, есть ее телефон, но пока я не знаю, что сказать, на все вон, может, конечно, ходит, да, может, как и что, но ничего не известно. Ну, вот так вот, у нас, что интересно, в храм ходят они, ну, не знают, почему они, что им не хватает, общения, наверное, у нас, видите, как, мы пришли, тут здрасте, головой поклонясь, не разошлись, у нас нет ничего общего, мы друг друга не знаем, все боятся, как того вообще нет. Вот сейчас, если у меня сестра приходит, ну, слава богу, нас пока трое, бабулька у нас заболела, она все-таки 86 лет, и сейчас вот она, в данный момент болит, поэтому нас пока трое. Кстати, мы в прошлом воскресенье собрались, ваши профи, иди послушаем, мне понравилось, я им опять про десятину, про рождение свыше, то есть иногда, у них нет возможности слушать, они и та, и другая работают в таком флагах, и как бы времени у них нет, ну, смотрите, там что-то читать, у меня больше времени для этого, и поэтому я, это, вы давайте хотя бы у меня послушать. Одна все-таки у нас, вот никак не решится, так же в храм повязываться, как мы, и я уже говорю, пример рассказываю, мы ходим же в один храм, ты видишь, какое отношение ко мне, никто ничего не говорит, все-таки не меня удивляется, ну, а две бабушки, все-таки говорят, ой, то у нас как-то странно милосердие, я как про себя подумала, да, еще красного креста на лбу не хватает, ну, кто как, но в основном хорошо относится. Одна, как раз, сказала, ой, ты, ма, это, постриг приняла? Я говорю, нет, а, ты имидж поменяла? Я говорю, и не только, она потом опять мне попала, уже вне храма, так, ты имидж поменяла, но она не поняла, что произошло, она не может понять, почему я так, то есть она подумала, что я чисто внешне не понимала, все равно они не понимают. Хотел вас предупредить, за мной целая стаи гоняются, те, с кем я беседую, и они вот так на вас выйдут, я уже вашу фамилию нигде не ставлю, если они вас нащупают, с кем я разговаривал, они такой мерзостью вас будут заваливать, а одного фамилия там, и они при том, определенные даже ереси не принадлежат сами, сами что-то придумают отдельно, одного сват фамилия якобы, Олег, а другой даже православный священник, но на кого они выходят, на наши люди-то, а те им как ответят, он преподаватель... Игорь Николаевич, а вы не беспокойтесь, я в этом не разбираюсь, я кроме того, что с вами разговариваете, смотрите, я больше ничего не смотрю, и я не сижу даже, там в одноклассниках, или какие-то разные системы, я этим не занимаюсь, мне не надо этим заниматься, я не успеваю даже, мне нужно читать же и Евангелие, и Псалтырь, каждый день по кафизме читаю, не по одной славе, а по кафизме. Потом вашу книгу, вот зелененькую всякую, открытую моком, читаю все еще не так, первую я закончила, да, ну, не хватает времени просто. А вот когда кто придет, у меня каждый день выставляются проповеди, в этом Ютубе. Проповеди ваши не очень нравятся. Вот, проповеди, это, с кем-то, или считать, можно там в Ворде выставляю, а отдельно в аудио, еще даже видео будут, потому что у меня тысячи проповедей, ну, Господь так вот позволил, и поэтому кто придет, тем более я выставляю все время насчитанную Библию, мной насчитанную, сейчас уже я выставляю, на Новый Завет перешел, два дня, вся Библия целиком, с неканоническими книгами. Сидите, включите, с выражением насчитанно, легко считаются. Слушайте. Я хотела вам знать, что сказать. У нас вот город, какой-то особый, а звук пропал, чтобы я вас не слышал. Нет, у меня все нормально, хорошо. А, все нормально, нормально. Да. Хочу сказать, вот это, ну, где родился Ленин, или ленинизм, он настолько вот это, что людей не пробить. Вот говоришь им, что ты рассказываешь, а до них прям не доходит. Мне кажется, вот как будто проклятие какое-то висит. Они везде такие, вы не думаете, что у вас только такие. Я думаю, что-то у нас какие-то особые, с этим связано, прям, ничем никого не пробьешь. А православные, как бы особые. Они, такое ощущение, что они считают себя спасенными, и если пытаешься что-то, уже даже не воспринимают. У нас одна, у меня есть сестра, хорошая, ходит постоянно с дочкой, все посты соблюдает. Каждый суббот, каждый субстрессиний не причащается. И на работе она не скрывает, что она человек верующий, но делает короткую стрижку, волос в локу, выстрегает в локу, ну, украшения носит, конечно, что там еще. Как бы вот, ну, никак не могу я выйти, вот, рассказать. На вас виситку я давала, но они, видать, не смотрят. А это надо прицелить по, чтобы в двух словах не скажешь. Вот. Однажды я сделала замечание, но она очень обидная, хотя бы, я человек не гордый, я говорю, волосы-то выгревать, там, где-то, там, ну, ты вот не понимаешь, внешность это не важно, не главное. Никак это не важно. А если не важно, Господь бы не творил эту внешность, Он сотворил, а мы портим, мы говорим, это не важно. Ты зайди где-нибудь в изобразительное искусство, зал, и начни там подправлять Репина или еще какого-то, Рафаэля, что тебе скажут? А это Бог сотворил, Бог. И ты довольствуешься этим? Златоуст как говорит? Что означает? Какой цвет губ красит? Это Ефрем Сирин об этом говорит. Ничего не значит, а зачем бы они говорили? А какая причина? Ефрем Сирин прямо говорит, что привлечь чужого самса. Вот и все. А Златоуст говорит, если Бог не дал тебе красоты на полобола, то есть полрубля, ты не купишь ее. И твое безобразие еще более подчеркивается. А тогда какая ты есть, вот в этом ты вся и есть. Интересно, Осипов Алексей Ильич. И говорит, вы по храму приходите, называется ролик, как люди трудятся в храме для бесов. Для бесов. И он говорит, вот ходят, свечи покупают, толкают. А я думаю, не ты ли приучил к этому-то? Пост не важный, это он. Но это не важно, это главное внешнее. И приходите полураздетые, нельзя разе одеться. Я говорю, ну и сделай это. Сказать-то сказал и пошел спать, профессор. Ты одень вот так вот, как вы одеты. Одень, да не два, не три, а весь бы храм был. У нас, когда приходят церковники страны, из какого монастыря приехали. У нас приходят, там, допустим, женщины, человек 20 стоит. Это сразу заметно. В одном месте. Как к Христу подходить? У нас сначала братья. Когда все пройдут в храме, тогда наши идут, а потом за нами идут наши сестры. Это сразу заметно. Это порядок. Почему Василий говорит, порядка, если нет, священнику, наведи порядок, а потом продолжай служение. Вот как высоко ценится это. А сегодня туда-сюда. Я вчера подумала про Максима Супаненко, только думала, куда же он пропал, что-то у вас его не видать. И тут включаю ролик про него, как раз вы говорите. Я говорю, ну надо же. Только подумала, включила ее. Потом я вспомнила, вспомнила, как я передавала привет, ну там поклоны всем вашим, кто у вас был. Рахиль с Казахстана была. Представляете, в тот момент, как я передала только как бы поклон, да? И сразу почти после этого меня на работе просили там помыть, включила. и расплатили со мной шоколадкой, в которой написано казахстанское. Мне так вот удивительно было, я говорю, о, Господь, а потому что у меня муж там родился, родители там неружили, родственники там остались в Казахстане. А я говорю, я такую шоколадку в жизни не видела, не я даже, а тут надо же, именно казахстанское. Я говорю, знает Господь, кому что нужно. И мне так вот как-то приятно было, что Господь слышит. не всегда люди, но Господь знает. Господь знает, когда тронуть нас, какие струны души нашей. И неважного нету, все важное. Еще, знаете, что я хотела сказать, замечаю, вот бывает грустно, как бы спорно. Вот когда я написала стихи, да, был такой момент, я не знаю, почему-то многие женщины, они плачут. Я говорю, ну, дают Господь все равно благодать, есть какая-то, хотя они очень простые, как там один священник проиграл, когда он сказал, ну, вот вроде мирские стихи у нее еще так нормальные, а вот почему-то духовные, они у нее как детские. А я это знакомая и говорю, ну, сказано же, будьте как дети. И кто будет жить, будет просто там, там ангел будет состо, кто будет жить на дрюне, там не будет ни одного. Ну, как бы я, если у меня, скажем, словарный запас маленький, ну, какой есть такой, насколько я и пишу. Я не скрываю, что есть, то есть. Но все равно это дает Господь, потому что, если бы не Господь давал, я бы вообще не смогла написать. И даже когда я ходила, помню, зимой, после вот 31, там же каникулы всех были, помню одно воскресенье, тоже так вот, ноги устали, холодно, замерзло. Свои книги-то, когда распространяла, и иду уже, думаю, у меня планы были еще куда там пойти, а потом думаю, нет, что-то я устала, замерзла, кушать, надо идти домой. И вдруг, в такой момент, как бы, и усталости, и домой, и вдруг у меня освечить евангельские слова, сейчас скажу, как считаю. Как прекрасно многие благослужащие книги. Я так это обрадовалась, они мне придали силы. Ой, мне не захотелось, думаю, нет, пойду я тогда туда, куда я все-таки намеревалась идти. Но перед этим еще зашла, какому женщину, и там мне Господь, как-то, накормил. Она мне пригласила за стол, я, конечно, не пошла, но она жарила пирожки. Мне пирожки с тобой дала горячие. Я иду, думаю, в смысле, пошла дача-то. Я говорю, надо же, и пирожки горячие Господь послал мне. Да, еще и подарок она мне для сына дала новогодним. Подарки, что-то, детям давали, а у меня в тот момент, что-то с подарком было не очень, я пришла, рада, говорю, ой, как Господь меня и наторнил, и сын еще и подарок дал. Помогает Господь, когда ради Бога что-то стараешься делать. Но, а то, что скоро, ну, что бывает? Как бы, вот люди читают, обращаются, начинают в храм ходить. Ну, там бы пишу, я как бы причащаюсь, исповедуюсь, святое место, и люди забираются, и начинают, ну, в храм, и дети тоже не хочется причащить, исповедиться. И поехала, как-то в деревню, мы все-таки заехали, и, ну, она, по-моему, ходила очень редко. Муж у нее первый умер, второй умер, она как бы с этим, хочешь не хочешь, все равно в храм люди ходят, когда кто-то умирает. Вот в тот момент она ходила, когда в городе жила. А в деревню, когда ты приехал, уже там храм нету, только в районе. Вот, ну, естественно, там никто в храм не ходит, если только редко, уж когда съездят. Основной у них, это на Пасху сходить на кладбище, отнеси яички на могилку. И это все точно знают, что именно на Пасху у нас всегда ходит, у них какая традиция. Не на разуме они сейчас правда стали в последнее время ходить, а до, вот в последнее время, то они все только на Пасху ходили. И вот, что-то рассказывает, стихи она читала, сгорелась, поехала в район, не хотела бы дать исповедоваться, но я не стала, конечно, подробно спрашивать. Единственное, что она мне сказала, когда к батюшке подошла, уж не знаю, что она мне говорила, он на нее накричал. А теперь она говорит, я после этого больше не пойду. Ну и вот, как бы мне испорбно было. Думаю, вот дал Господь благодать. Стихи-то она почитала, она сгорелась, пошла и в храм был пришла. Ну вот, что-то тут не залазилось. А что произошло, не знаю. А другой момент, тоже вот на работе одно, скажет, проповедую, тащу, тащу, ну как бы, стараюсь, да? Привлекаю. Она уже внимательно слушает и теперь сгорелась, говорит, я буду первую неделю постит. Вот, ну тяжеловато, она человек возраст, 62, но неделя постелась, я думаю, что не имею, дальше никак. А потом была родительская, и она мне рассказывала в понедельник, ой, я была на родительской, столько народу было. Я, конечно, за нее порадовалась, но думаю, человек пришел в храм. Ну тут она, и тут-то было опять сушение, она рассказывала, шел будет батюшка, но она не может объяснить, может, это дьяком был, или батюшка, не могла нам объяснить. Факт то, что доходя до нее, он стал ругаться, что вы меня трогаете, Бориза, она говорит, на соседку, на мою, а я, говорит, точно видела, что его никто не трогал, а он, говорит, на нее стал кричать, зачем вы меня трогаете? Я говорю, ну, наверное, кто-то заделал, стал защищать, может, как-то надо оправдать, чтобы скрыть вот это, чтобы у меня осталось такого неприятного впечатления. Я говорю, да на самом деле бывает такое, может, кто-то заделал, кто-то не видел. Нет, никто не заделал на спорте, у меня впечатление осталось факт, то есть вот один момент испортил все, пожалуйста. Я говорю, ну, что такое, причем всегда, как часто у меня бывает, людей зовешь, тащишь, только они придут, но там что-нибудь увидят. Я их не пойму, то ли по их слабости, то ли вот, не знаю, как сказать. Не надо искать никакой причины, нужно поставить себе, у меня есть задача, и я иду к ней. Задача. Допустим, у меня отец Аким говорит, я пришел к председателю сельсовета, он директор там еще есть, ну, в деревне начинали строить, ни одного гвоздя нету, выписать гвозди-то, тогда все нормы отпускали в 91-м году-то. Он, я сказал, у меня нету, ничего нету. Я сижу, а он там говорит, с рабочими материться, говорит, да что этот поп-то сидит там, говорит, сидит, он вышел, что с тобой делать-то? Я сказал, нету. Он говорит, Анатолий Сергеевич, ну, мы только начинаем. Ну, ладно, выпишите ему. Вот, у меня задача достичь чего-то. как со мной поступили, наплевали, оболгали, это не имеет значения, мне задача достать. Почему? У меня дома голодные дети. А тут слово сказали, у меня вот позавчера только было, нуждались в моей помощи, и, ну, чтобы помог. Ну, я сказал, помочь, только поставил условия. Раз ты ко мне пришел, я условия и ставлю. Условия там, все рассказал, как, то есть, выгодно для них, потому что там кто-то уезжает, им что-то надо взять, и все такое. А раз у них изменило, и их я план изменил там в одном месте, что помощь будет не на два года, а на год, а потом подойдете, еще раз можем продлить. Если я ищу до копейки, мне охота углубить пруды. Дорогущие, дорогущие. За один час, две с половиной тысячи просят. И чтобы привезти, только технику туда, 40 тысяч сразу надо отдать. А у меня пенсия, там, 8 тысяч теперь добавили. И поэтому я тут дергаюсь с места на место. Он меня так охота оставит, чтобы там рыбу развести. Дело-то как будто плотское, но неплохое. А сразу, а тогда не надо, ну не надо, тогда я свободен, и все. Если у меня задача есть, задача достичь, я все буду. Зато он говорит, и умильно руки сложу, и поклонюсь, и плакать буду, и голос умильно, ну пожалуйста, ну помоги. А здесь не надо, тогда ничего и не надо. Так что вы научитесь смотреть на это. Важное, ни на что не смотри. Добейте это. За себя-то я знаю, за себя-то я не боюсь. Я уже все-таки 26 лет хожу, я за людей переживаю. Такой же человек, батюшка, ты из нашей среды, он же не откуда-то взятый. Ну его задели, не так, нам непонятно. Приходится людям просто объяснять. Да. Да, если что-то говорят, начинают ругать бабушки, священники, я наоборот его защищаю всегда. Ну потому что враг работает, говорит, зачем вам это надо, грехи-то умножать, нас свои грехов полны. За ними смотреть, за собой надо смотреть. Ну хорошо, что зашли. Мы еще общаемся с Ксени, она тоже с вами общается. Ну не буду фамилию назвать, но мы встретиться не можем, потому что она живет в пригороде деревни, у нее дети маленькие. Я думаю, может так и летом встретимся. А так мы хорошо общаемся. А это вы на кого говорите? Ксения Юрова? Да, да, да. Ну я знаю, хорошая женщина. Она мне сейчас помогает оформлять отдельно по житиям. Мои вопросы, ответы я выставляю. Мы хорошо с ней общаемся. Еще я хотела спросить, вот как по канонам, но мне сказал, как бы доверенная моя сестра, я не для того, чтобы осуждить, осудить, просто для информации. Она рассказывает, что священник, ну я не знаю, кто по национальству, не важно, но жена у него татарка. Ну естественно, ее крестили, и они венчены. Но она говорит, в процессе разговора, ведь выяснилось, она говорит, что не верит, что Иисус Христос есть Бог. Ну, я говорю, ну получается, да, она не верит. И что, как это, еще раз повторите вопрос. и священник, это жена татарка. Да. Ну естественно, она, значит, крестили ее, уж там не знаю как, не важно, я думаю, в смысле, крещеные, венчаны, я думаю, они все сделали. Но, а если на самом деле-то, когда разговор зашел, получается, она неверующая, она Иисус Христа не принимает за Бога. Ну вот это беда. И получается, она, она, она входит и в мечеть, и к нам. И туда, и туда. И у священника, вот как бы, проблем с этим, и с внешностью, что там одна тоже говорит, тоже сестра. Вот соблазн какой, летом как ее видела, но она так же, скажем, одета была в сарафанчик, там на бретельчике, короткие, то есть без платка, я думаю, она одета чисто по морски. Ну это как бы, естественно, видно, что она мирянка. Если она человек неверующий, она и выглядит соответственно. Канон есть такой, что пока не сделает он всех в своей семье верующими, священником быть не может. А он, когда ставили, он уже должен быть женатый. Значит, она была при нем. Да, она уже была при нем. Да, а поэтому его ставить нельзя было. Один, канон нарушен. Ну, наверное, просто никто не узнавал, не спрашивал. У нас же исповедание, это не спрашивают у всех. Не знаю. Когда священника назначают, матушка с ней исповедует, я думаю. Поэтому так получается. А оно проявилось и потом, в процессе. Хотя, люди видят, поглазняются, ходят, конечно. что-то, ну, почему он молчал, не сказал. А может, он не знал, кому он. Вот это мы не знаем. Я этого не могу сказать. Да, кстати, он же, как моя сестра однажды сказала, она приехала после крещения и говорит ему, батюшка, а крестить полным погружением надо. Он говорит, да ладно, зима же еще была. Он говорит, да можно и снегом крестить. Ну, что скажешь на это? Развратители. И страшная участь их ждет. Как пишет, и Никитар говорит, если, говорит, самое малое, что-то будет искажено в крещении, великой беде надлежит быть. А для крещения что нужно? Вера. Безусловная вера. От трех до пяти лет подготовка. А сейчас три минуты даже нет. Второе. Троекратное полное погружение руками священника. И третье. Бесплатно. Сегодня все нарушается. И там поэтому ничего и нет. Нет обман. Я вам хочу сказать, Игнатий Тихоничевак. Вот. Ну, я уже 26 лет хожу, но больше 20 лет. Когда-то тоже. Ну, я же тогда что-то не знала. У меня тут знакомые, ну, такие многодетные были. Одни они жили на днюге. Семья там не была, наверное, храма. Или они, ну, неверующие были совсем. Я их тут тоже всех пощала. Одну многодетную семью с детьми. Они другая там. И вот взрослые, детей всех, начали в детях собрала. И возила тогда в храм у нас был, в городе. Ну, тогда, по-моему, здесь один у нас. Ну, тогда батюшка не брал. Я с ним договорилась, поскольку они говорят, со мной, ну, там был малый мужчин. И мы, помимо лапки, то есть, вот он их крестил тогда бесплатно. Оно было молчение за вас. Единственное, чему я рада, вот, бесплатно. Когда у них, я вам договорилась так. Но я, помню, выходила, и верую, одна там на всех читала. Ну, на тот момент, что я уже знала. Ну, конечно, ни оглашения, ничего не было. Просто вот я как смогла, я их так готовила. А теперь в итоге получилась одна, они татары, они уехали в Казан, и адрес даже мне не оставили, а я у нее крестная. Ну, молюсь, сколько лет у меня за эту крестницу моченую, поговорить татарку. Маме, не столько, что остается. А вы видели наш концерт пасхальный? А, этот еще нет пока. А на нашем андоканале, посмотрите, детский концерт какой получился, хороший. А потом батюшка-то на две общины, он в деревне был, а сюда приехал в понедельник. То есть у нас сегодня среда, позавчера утром он здесь был, совершил. И у нас заснято богослужение, как было без него. А в понедельник уже все на работе, только бабушки да ребятишки пришли. У меня то и другое уже выставлено. Обязательно зайдите на канал, и вы увидите. Игнатий, еще скажу интересно, как вы говорите, благовестие помогает. Я хочу сказать, в последние годы у нас детей мало ходило. Утром, ну, потому что подъезды закрылись, забронированные двери, никто не выходит, ну, прошлый год, не знаю, восемь, семь, ну, очень мало. В этом году тоже, я говорю, пришла я, наверное, со свежим полчетвертого, вот, и думаю, ну, как в семь иногда ходят, в шесть, может, могут ходить. до полдевятого никого вообще не было, я думаю, ой, наверное, уже никто не придет. И только с полдевятого пошли, и 17 человек у меня было, но для нас это много. То есть у меня ни разу столько много не было детей. И мне понравилось, двоих маленьких девочек провожал отец. О, я так обрадовалась, говорю, Господь меня вразумил, я говорю, Евангелий возьмите из Богословения патриарху Кирилла, он говорит, да, возьму, вот, я ему Евангелия. Я говорю, детям-то, конечно, нельзя дать, потому что, ну, маленькие они, в ответственность скажут, опять сектантки дала, то есть детям я уже не стала. А когда взрослый пришел, говорю, хорошая возможность. И вообще, вчера тоже была, у меня очководушка сломалась, пошла, ну, где очки-то делала. И мне Господь вразумил, знаешь, сейчас как удобно, в этой пасхальной неделе заходишь и говоришь, Христос Воскресе, то есть уже все за своим принимает. А не воистину Воскресе, а я с тобой, сейчас это, везде нашу Евангелие. Думаю, мало ли, может, Господь пошлет кому-то дать. Ну, и там пока меня терморизировали, я ухожу, спрашиваю, у меня наши православные выставки были, там же нас раздавали Евангелие? Они говорят, нет, не были. Я говорю, я вам сейчас Евангелие дам там раздавали, они, я говорю, дали совместные, а они уже, женщина постарше меня, но она говорит, маме, почему-то когда даю, многие говорят, маме, маме. Я говорю, почему маме-то уже и самой можно читать? А ну да, вообще-то. Ну, вот я им там два отдала, говорю, иду и радуюсь, говорю, слава Богу. А вы на наших занятиях не бываете? В среду, пятницу, воскресенье? Нет, а мы же воскресенье как раз у меня собираемся, а как к вам подключаться, пока я еще нет? Так я вам сейчас скину, после там, прям здесь же, в скайпе-то, и у нас сегодня занятие, среда. Вы придите, когда запишетесь, только заранее там написано как, и вас Сергей Павлович включит, и вы будете здесь. Один час у нас будут занятия. Я включу, на работу по журналисту. А, ну ладно, ладно. Ну, это неплохо, когда будет возможность, зайдете. Я вам все же скину его. А полчаса вопросы любые задают, мне приходится отвечать. Три раза в неделю. Я смотрю ваши потом, это, прослушиваю, когда у вас проходят эти занятия, я их послушаю, мне очень нравится. да, да, вы можете и так прослушать. Да, правильно. Больше всего нравится собрание еще больше. А то можете сами присутствовать. Ну что, давайте прощаться. Давайте. Только я вот сейчас не знаю, вы отключитесь, а потом я, мне нужно посмотреть, как отключаться. Я еще одна пока дома не умею. Сейчас я посмотрю, как это. Там увидите. Там крестик стоит. А, на крестик? Внизу, правый, красный, посмотрите, там как машинка стоит. Спасибо, Христос. Ну, я сейчас чем-нибудь соображаю. Жмите ее. Спасибо.